Олимп Кубок ФНЛ Восьмой розыгрыш. Международный зимний футбольный турнир. 16 команд прибыли на Кипр. Цель каждой – подготовка к весенней части чемпионата и борьба за кубок. Кубок ФНЛ. Часть команд прилетели заранее, часть – накануне. За день прибыли факел, ротор, шинник и армянский пюник. Впервые будем участвовать в этом турнире. Я думаю, нам очень интересно будет посмотреть, на что мы способны с такими сильными соперниками. Игорь Лебеденко перешел в факел ровно год назад. И это был год перемен, который ему пришлось пережить. Сейчас она более сыгранная. Годом ранее команда была совершенно другая. И не из того, как стекануне человек пять осталось только. И в этом году это совершенно новая команда. И ближе к перерыву, наверное, только начала друг друга чувствовать. Поэтому такие неровные результаты были на протяжении всего этого осеннего отрезка. Легендарный ротор наигрывает команду, ищет усиление. Собирается порадовать болельщиков неожиданной зимней победой на Кубке. Мы три дня назад приехали из Турции. Отдохнули дома и опять пить. Завтра уже игра, надо подготовиться. Сейчас восстановиться после перелета и в бой. От игре к игре будем наигрывать состав. Будем стараться каждую игру выигрывать. Конечно, хочется выиграть турнир. Это самый представительный предсезонный турнир УЕФА. В Кубке ФНЛ принимают участие 16 команд. 11 клубов представляют ФНЛ. Мордовия, Ротар, Шинник, Чертаново, Тюмень, Краснодар-2, Химки, Тамбов, Авангард, Спартак-2, Факел. Команда премьер-лиги – Урал. Команда из ПФЛ – Муром. Гости из других стран – Рига и Новички. Эстонская Ливадия и Пюник из Армении с Андреем Талалаевым. И вот уже назад с удивлением оглядывается президент ФНЛ – Игорь Ефремов. 8 лет прошло. Кубок ФНЛ из спонтанной, но смелой идеи стал событием. Безусловно, я бы не стал сейчас говорить о каком-то успехе. Это просто, наверное, объективная реальность. Потому что на тот момент, когда мы эту тему задумывали, было всем понятно, что команды, мы будем так говорить, неэлитные. С точки зрения финансов, есть только две страны – это Кипр и Турция. И, наверное, на тот момент было достаточно много, как я, на тот момент, информации о соорганизации товарищеских матчей. Потому что все-таки там были вопросы судейства, вопросы, так сказать, самой организации. Поэтому мы мы сейчас с такой инициативой. И не буду скрывать, я очень рад, что, в принципе, правильно вы сказали, 8-й турнир. Наверное, можно сказать, что идея была удачная. И она в той или иной степени реализована практически, наверное, на 100%. Формат турнира. Команды поделены на 4 группы. Каждая проводит по 3 матча, по итогам которых определяются перспективы в турнире. Клубы из первых мест претендуют на кубок. Вторые места борются за пятую позицию, третьи за девятую, четвертые за тринадцатую. Все готово. Поехали. В первый день играли команды из групп А и Б. Мордовия встречалась с ротором. Руслан Навлетов хитро бьет штрафной удар. Еще у Саранска была штанга, но Волгоград забил дважды. Второй раз благодаря ошибке Мордовии. Грубые ошибки. 2-1. Муром из профессиональной футбольной лиги и Пюник из Еревана забивали в результате неудачных действий соперника. По одной результативной ошибке с каждой стороны 1-1. Вот положение в группе А после первого тура. Ротор впереди, красивых голов пока не было, но это только первый день. В группе Б Рига забила трижды Чертанова. Изобретательный штрафной и пока лучший удар турнира от Лайзенса. Затем неожиданная ошибка вратаря на выходе. Да и гол Иванова, Чертанова придется внимательно разобрать. 3-1. Шинник и Тюмень голов не забили, но играли они под проливным дождем. Хорошо, что без травм. В группе Б Рига лидирует. Во второй игровой день сыграют команды из групп С и Д. Каждый день на турнире венчает выпуск дневника ФНЛ. Смотрите далее. В гостях у Дмитрия Парфенова и Игоря Шалимова. Идет ли Александру Рязанцеву красный цвет? Чем отличаются эстонские новички кубка? Левадия. Скоро на матч «Наш спорт» и в соцсетях ФНЛ. Национальной Лиге.